В обществе не раз поднимается вопрос об условиях жизни детей. Все чаще они подвергаются насилию и жесткому отношению со стороны близких родственников, знакомых или друзей семьи. Мэрия столицы сообщила, что с начала года зарегистрировано 103 подобных факта жестокого обращения. Местные власти отметили, что при дворовых обходах было установлено, что большинство фактов насилия в отношении детей регистрируется в жилмассивах столицы. В первую очередь наша работа нацелена на то, чтобы семья была выведена из трудной жизненной ситуации, на воссоединение семьи. Как вы знаете, у нас есть центры реабилитации детей, центры социальной интеграции. Правоохранительные органы отмечают, дети не чувствуют себя в безопасности ни на улице, ни дома. Зачастую насилие происходит в неблагополучных семьях или в отношении детей-мигрантов. Для пресечения жестокого обращения с детьми предпринимаются ряд мер по искоренению насилия в стране. Основной целью и задачей является профилактика и пресечение семейного насилия среди населения. Согласно нашим внутренним нормативным правом актам, а также постановлениям мэрии, правительства, Министерства внутренних дел всегда совместно с отделами защиты семьи и детей и сотрудниками Управления социального развития мы проводим подворовый обход. Мы проводим ночные рейды, которые не допускаются несовершеннолетним быть после определенных времени. Ранее зампредседателя Кабмина Идиль Байсалов объявил о запуске 16-дневной кампании против гендерного насилия под девизом «Хорк-пот-ток-тод-джаша». В Бишкеке и ВОШе были разработаны планы работы и мероприятий. Проведены круглые столы, экскурсии, познавательные лекции на тему права женщин и девочек на защиту и мастер-классы по самообороне для школьниц и студенток. В школах проведены классные часы на тему нетерпимости к проявлению фактов жестокости. Житель города Бишкек или полномоченный орган сообщается, что, например, соседи или ребенок находятся без определенного места жительства или соседи говорят о том, что жестоко обращаются с ребенком, сразу осуществляется выезд, выезд осуществляется командно. Это обязательно, согласно кодекса о детях, с участием ИДН, с участием полномоченного органа по защите детей, это отдел поддержки семьи и детей, выезжает и производится изъятие ребенка, потом уже идет комплексная работа с семьей. Или мы этих детей определяем в нашей центре временного пребывания сроком до шести месяцев. Власти столицы сообщили и о том, что при содействии у полномоченного по правам ребенка Осель Чинбаевой проведен курс повышения квалификации для школьных социальных педагогов. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида. Субтитры создавал DimaTorzok